Пейте, пейте молоко, будьте здоровы! Лучше этой советской песни рекламу для фермеров и не придумаешь. Но от знаменитой фразы «Пейте, дети молоко» в карманах сельхозпроизводителя рубли не прибавляются. Нын сельхоз озвучил цифры, которые без ножа режет молочный рынок республики. Денежная выручка от реализации молока у сельхозпредприятий республики по сравнению с тем же периодом прошлого года стала примерно на 400 миллионов рублей меньше. Вот такая закупочная цена сбивает и вкус к бизнесу, а в некоторых случаях и банкротит. В ряде районов республики молоко закупают всего за 15 рублей, где-то еще ниже. При этом расходы на топливо и коммуникации только в плюсе. Ситуация критическая, говорят депутаты, цены сбило сухое молоко белорусского привкуса. Эта молочная продукция должна была транзитом уйти в Казахстан и в Киргизию, то есть мимо России, транзитом. Но заехав на территорию России, дальше оно до адресатов не доехало. И выгружались они на молочных заводах в нашей стране. Депутаты намерены призвать к ответственности коллег из соседней страны, но фермеры долго ждать не могут, иначе бизнес прокиснет. По версии Минсельхоза республики, часть ответственности на посредниках. Президент призвал поддержать тех, кто нацелен на межрегиональный сбыт. Трейлером создать надо условия, но тренер должен закупать и отправлять. И мы должны договориться, этому тренеру помогать, но он должен держать ту цену, справедливую цену, которая должна быть. Также в правительстве призвали производителей полночной продукции наладить прямые поставки от фермеров. Снижение, оно безусловно присутствует, и оно обосновано в первую очередь тем, что происходит снижение на готовую продукцию, в первую очередь на сухое молоко, сыр, масло. И такой сухой или околомолочной продукции крупные производители используют до 70%. Казанский молочный комбинат работает только с фермерами. В планах расширять производство. В настоящий момент Казанский молочный комбинат принимает порядка 120 тонн молока ежесуточно. В феврале мы планируем увеличить до 150. Из бюджета республики направят больше 300 миллионов рублей на поддержку молочных ферм. Каждая корова будет профинансирована от 2 до 4 тысяч рублей, чтобы в Татарстане молочный сельхозбизнес не прокис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова